Привет! Меня зовут Ханов Тимур, это Новосибирск. Сегодня Международный день защиты окружающей среды. И сегодня экологические активисты Новосибирска решили провести серию одиночных пикетов в защиту природы в районе речки Издревой. Это движение существует уже несколько лет. И протестуют они прежде всего против организации нового мусороперерабатывающего предприятия, которое собирается построить в природоохранной зоне, там, где находится не только замечательно природное множество дач. И к этому проекту мусорной концессии очень много вопросов у активистов, начиная с вопросов экологии, заканчивая вопросами коррупции. Вот сейчас уже осталось 2 минуты до начала. Я уже вижу, кажется, кто-то стоит с готовым плакатом. В соответствии с законодательством, одиночные пикеты не требуют согласования. Но расстояние между пикетирующими должно быть не меньше 30 метров. Мы с вами находимся на площади Свердлова в Новосибирске. И это не случайно, потому что здесь расположено здание правительства Новосибирской области. Именно правительство Новосибирской области в лице первого заместителя губернатора Петухова подписало мусорную концессию, в соответствии с которой будет строиться два, по-моему, мусороперерабатывающих завода. Но фактически это будут не мусороперерабатывающие заводы, а просто большие новые полигоны для складирования мусора, часть из которого ожидается, что будет складировано возле... вот, будет переработано. Главная проблема этого проекта в том, что многие сомневаются в эффективности экологической защиты, что мусор будет... что там уместно возводить мусорный полигон, и что от него не будет... как хоть обещают власти, что там не будет вреда от этого полигона, но он, несомненно, будет. Вот об этом и пишет. Нет мусорного полигона, но и с древой. Кому вы представляете? Я себя, в первую очередь. Вы против мусорного полигона? Почему? Абсолютно. Ну, потому что я считаю, что это неправильно. Я не считаю, что... Главное, самое главное, что? То, что тут есть река, которую я люблю, и езжу туда отдыхать не первые уже, наверное, пять лет. Вот. И если там построят этот завод, я думаю, не будет смысла ни в дачных обществах поблизости, ни, собственно, уже в реке, вернее. Как вас зовут? Можно узнать? Меня зовут Леонид. Спасибо. Пойдемте дальше. Пойдемте дальше. Я вижу следующего. Протестующего. В 30 метрах, как положено по закону. Здравствуйте. Здравствуйте. Могу знать, как вас зовут? Евгений. Почему вы протестуете в двух словах? Защита от полигона. Чем плох полигон? Будут загрязняться, насколько я понимаю, грунтовые воды. И это грозит токсичным загрязнением грунтовых вод. Спасибо. Счастливо. Идем еще 30 метров по центральной улице Новосибирска. Это Красный проспект. Я вижу следующего. Сегодня. Вижу следующего протестующего. Сегодня они протестуют против мусорного полигона. Здравствуйте. Здравствуйте. Я обхожу поедем. Да, и мы знаем, кто вы такой. Да. Мусорный полигон несет вред здоровья жизнедеятельности. Почему вы вышли сегодня? Представьтесь. Светлана Коверзина. А кому представляться, то да. Ну, потому что сегодня, во-первых, день эколога. Во-вторых, это вот то, чем мы занимаемся последние несколько месяцев. Экологическая направленность. Поэтому я вышла вместе с Саракиной. Яблоко поддерживает экологов? Обязательно в порядке. Спасибо. Самая зеленая партия. Это представитель партии Яблоко. У нас сегодня без партийной символики. Главное для них защита экологии. Идем в следующие 30 метров. Что интересно, не видно никаких правоохранительных органов. В Новосибирске вообще общественные мероприятия проходят весьма мирно. Здравствуйте. Здравствуйте. Чистую природу нашим детям. Как вас зовут? Я могу узнать? Можете, Елена. Почему вы вышли сегодня? Ну, во-первых, День экологии. Во-вторых, неравнодушный человек. У вас там дача или почему? Ну и поэтому тоже. Ясно, спасибо. Нету, что ли. Вижу следующего. С зеленым плакатом. Кто-то уже спорит. Спасем издревую от свалки. Сохраним здоровье себе и детям. Здравствуйте. Как вас зовут? А чего вы вышли сегодня? Потому что считаю... Спасем издревую от свалки. Еще 30 метров вижу следующего. Защитника природы. История этого проекта насчитывает уже несколько лет. Но именно летом, весной и летом 2017 года проблема обострилась, потому что стали уже... У меня телефон. Стали уже решаться вопросы конкретные по финансированию. Вкладываются первые миллионы, а может миллиарды денег для... В этот проект. Нет мусорного полигона на издревой. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Ольга. Почему вы вышли сегодня? Я против мусорного полигона на издревой. И мусорная концессия мне не нравится. Чем не нравится? Ну, она не решает проблему. Она создает 4 новых проблемы. Ясно. Спасибо. Экологи заняли всю центральную часть Новосибирска. Массаж закона. Защитите издревой. Здравствуйте. Как вас зовут? Меня зовут Мария. Почему у вас самолет нарисован на вашем плакате? Ну, это означает то, что самолеты... Этот самолет это мирный самолет. Он против войн, против использования ресурсов природы, которые приводят к его уничтожению. Ясно. Спасибо. Самолет нарисован не случайно, потому что одна из проблем мусорного полигона в том, что он находится недалеко от военного аэродрома. А по правилам, рядом с любым аэродромом не должно быть мусорного полигона, иначе там птицы и другие проблемы будут мешать. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Екатерина. Почему вы вышли сегодня? Потому что не хочу жить в этой грязи. Не хочу жить, дышать чистым, хочу воздухом. Не хочу дышать. Это будет пригаром вонять, все загрязненное будет. Вы там живете? Я живу в Первомайском районе, и я знаю, что это будет. Потому что река Изревая упадает в нашу иню, и иню будет вся загрязненная, и даже дети смогут покупаться. Спасибо. Спасибо. Как видите, здесь жители и дачники участвуют, это жители района, который особенно заинтересован в чистоте. Там, недалеко от Перамаки, ожидается создание этого мусорного полигона. Сохраним чистоту наших рек и лесов. Нет. МСК, свалка, раздольная. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Меня зовут Алексей. Сейчас извините. Алексей, почему вы вышли сегодня? Потому что я не хочу, чтобы вы построили полигон. Чем вас не устраивает полигон? Местом. Только местом. Вас не устраивает место, которое выбрано? Да, конечно. А с мусором надо бороться? Конечно, нужно. Спасибо. Нужно, но не в таком месте. Вы Новосибирский университет представляете? Ну, нет, просто. Ну, я его закончил, но я себя представляю. Ясно, спасибо. Счастливо. Следующий. Люди разного возраста. Активисты экологического движения в Новосибирске протестуют сегодня в День экологии, в День окружающей среды против стаиста мусорного полигона в Новосибирске. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Здравствуйте. Софья. Софья, почему вы вышли сегодня на пакет? Потому что я считаю, что полигон, который планируется, не место на реке из Дребой. И полигон должен быть построен совершенно под другим технологиям. И он должен учитывать раздельный сбор мусора. Это мои самые главные принципы. И поэтому сюда сегодня вышло. Спасибо. Вот я вижу еще молодого человека с красным транспарантом. Вышел на одиночный пикет. Миллиарды мусорным воротилом, онкология новосибирцам. О, вы переподняли экономическую проблему. Здравствуйте. Как вас зовут? Привет. Алеша меня зовут. Почему вы вышли сегодня на пикет? А я никуда не вышел. Я стою, вот смотрю, что-то тут плакат какой-то. Вы согласны, как вы относитесь к мусорному полигону? Ну, вообще, наверное, не очень хорошо. Особенно, если он у меня рядом с дачей будет. Понятно. А тут про миллиарды написано. Что-то вы понимаете? О чем речь? Ну да, миллиарды это такие. Это когда много-много миллионов, это такие миллиарды. А кому они могут попасть? Кому попасть? Ну, наверное... Наверное, на чей счет переведут в банки, тому они попадают. Я так думаю. Понятно. А почему здесь про экологию, как вы думаете? Про онкологию? Про онкологию? Ну, это вот... Это вот болеют, когда люди от онкологии. Это вот такая. Вот он что-то раз человек живет... Это может быть из-за мусора, да? Не из-за миллиарда. Живет, живет, да. Раз заболел. Ну, наверное, да. Это вот что-то, наверное, из-за этого как-то. Я тут, да. Смотрю пикет, почему бы и нет. Хорошо. Спасибо. Какой пикет? Вы о чем? Что такое пикет? Это Новосибирск. Здесь сегодня, в День экологии, активисты природной защиты вышли на серию одиночных пикетов против мусорного полигона в районе реки Ездевой. Продолжается пикет, он дальше, ближе к мэрии, продолжается. Я продолжу свой репортаж. Это Новосибирск. День защиты окружающей среды. И сегодня защитники природы вышли из серии пикетов против мусорного полигона. Нет мусорного полигона Ездревой. Здравствуйте. Могу знать, как вас зовут? Юлия. Почему вы вышли сегодня на пикет? Отражаю свою гражданскую позицию. Против чего? Против мусорки. Против мусора или полигона? Против свалки. Против свалки. Понятно. Как здорово. Я у вас отражаю в глазах, как сегодняшняя замечательная погода. Спасибо вам. Спасибо. Там еще есть люди, да? Оказывается, до самой мэрии встали экологи. Вот я их вижу. Мы в самом центре Новосибирске. Вот она мэрия. И отмеряют 30 метров экологи, чтобы не нарушать законодательства об одиночных пикетах. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут? Надежда. Почему вы вышли сегодня на пикет? Сегодня день эколога, и мы решили привязать строительство мусорного полигона к этому дню, потому что вблизи всего раздольного хотят построить мусорный полигон, а в раздольном протекает река Издревая. Это уникальная природа, уникальная речка. Там обитают животные, которые занесены в Красную книгу, и растения. И если строить мусорный полигон именно в этом участке, это непозволительно. Мы должны сохранять уникальную природу. Ясно. Спасибо. Я вижу у вас хэштег, написан, поможем, реке Издреваю. Поэтому хэштегу можно найти вас в интернете, да, информацию? Да. Здравствуйте. Как вас зовут? Владимир Фагу. Владимир, почему вышли на пикет? Потому что против мусорного комбината, против решения нашей администрации о строительстве. Считаю то, что это коррупционно и очень нанесет большой вред экологии. Почему коррупционно? Коррупционные. И суммы большие, и подрядчик с Москвы, когда достаточно у нас в Новосибирске, и не только в Новосибирске, предложения выступали из Новокузнецка, с наименьшими суммами. Нет мы суммы полигона из Древой. Вот уже у самой мэрии, это центральный центр. Сторожно. Здравствуйте, как вас зовут? Наталья. Наталья, почему вышли на пикет? Потому что меня очень заботит судьба красивейших мест в окрестностях города Новосибирска, в частности речки Издревая. Понятно, вы там живете или как? Мы, во-первых, регулярно там убираем мусор вместе с волонтерским лагером международным. Ну, во-вторых, отдыхаем. В-третьих, там у знакомых у многих дачи находятся. Понятно, спасибо. Там еще есть люди дальше? Много? Говорят, там еще стоят пикетчики. Давайте посмотрим. Я знаю, пока там стоят. Вот кто-то стоит еще с плакатами, я вижу, организаторов. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Юлия Колеватова. Почему вышли сегодня на пикет? Сегодня Всемирный день защиты окружающей среды. И поскольку мы боремся за защиту нашей реки Издревая, которая угрожает строительству крупного мусорно-сортировочного комплекса и полигона. И мы хотим сказать о том, что эта территория не достойна развития промышленных предприятий, а достойна создания особо охраняемых природных территорий. И мы вышли сказать о том, что нет мусорному полигону. И мы за чистую реку Издревой. Все люди, кто организовал этот пикет или серию пикетов, это люди вышли по повелению сердца, как вы расскажете? Одиночные пикеты. То есть просто нет здесь спланированной организации. Потому что люди, ну если здесь есть те, кто вышел сюда, это значит этим людям не все равно. Но как таково организации данного пикета нет, они считаются одиночными. То есть это флешмоб такой? Да, это флешмоб. Много сторонников в Новосибирске, много ваших сторонников в Новосибирске, кто против строительства мусорного полигона? Честно говоря, живая мы не нашли. А в чьих интересах он строится тогда? Как вы думаете? Это хороший вопрос. Но я думаю, что то, что нашей Новосибирской области необходимо решать проблему складирования, вообще утилизации твердых коммунальных отходов, это да, это так. Но места должны выбираться совместно с населением, спрашивать их мнения. И то, что люди... Ну, кто может лоббировать? Ну, тут есть финансовый интерес у данного предприятия. Я думаю, только в этом всем дело. То, что проблему решать надо, это так. А то, каким образом? Это надо собираться, привлекать экспертов, специалистов, просчитывать каждый шаг, а не так создавать концессионное соглашение, подписывать его, а после этого уже, ну, как бы, нанимать экологический аудит, финансовый аудит, как нам обещает правительство Новосибирской области. То есть, перепутано все. Говорят, что этот проект слишком дорогой. Вы согласны с этой оценкой? Да, согласна. Спасибо, успехов вам! Спасибо.